Какую активность собрать в позашкольный час? Чем зацикавят детей? Как сделать это какосно? Важная тема занятостей и творческого развития детей и молодых обмярковывали представители Министерства Эдукации и установки додатковой эдукации всей республики в Могилеве. А у школьников была выдатная мягчимость собрать на керунок по интересах и записаться в пожаданный гурток. Столько детей и активность в одном месте собрать может только популярный парк в Подниколе. И этим разом есть важная нагода. Тут финишуя республиканский тыдень, установка додатковой эдукации детей и молодей. Локаций неверогодная колькость и разностайность. Почему ты эту локацию выбрал? Почему она тебе интересна? Потому что делаем стародавние игрушки. Тебе интересно это? Да. А ты ходишь в какой-нибудь кружок вообще? На пение, на робототехнику, на рисование. У жития школьника повинны быть не только уроки. И теперешние дети активно имкнутся до позашкольных занятков, но это не только интересно, но и допомогает им стать больше организованными. Нам понравились тут, конечно же, военные темы, советские. А почему понравились? Потому что я увлекаюсь этими. У меня карате, баян, театралка, музыка. И это все кроме школы? Как ты все успеваешь, расскажи? Ну, потихоньку успеваю. Иногда, конечно, там надо в тайминги попадать, но получается. Бабушка с дедушкой привет. Уси районы в области представляют свои позашкольные гуртки. Могилевская земля – флагман по многих накерунках додатковой эдукации. Могилевщина займае лидируючие позиции у республиканских и международных конкурсах по амастатской творчестве. У Туристска окрая, знавшим профиле, шмот переможцев взлета у разного уровня. Высокие досягнение юных жихаров региона и у физкультурно-спортивного направления. В Беларуси достаточно хорошо развивается карате. И Могилеве самый лучший тренер в Беларуси. По карате у него шестой дан. Мне нравится карате. Я выбрал именно не кумите, а като. Ну, потому что, как бы, ну, мне больше нравится вот показательное, как бы. Я считаю, что это очень красиво, когда девочки именно вот фехтуют. Это очень грациозно. И мне как-то очень понравился этот вид спорта. И вот уже пятый год я занимаюсь, выигрывала соревнования тоже. Сегодня приехала республика в гости, именно дополнительное образование республики в гости в Могилев для того, чтобы посмотреть опыт. И, конечно же, много, думаю, коллеги возьмут на заметку вот хороших моментов, которые сегодня организованы. Великолепная организация, большие масштабы. Поэтому Могилеву спасибо. И дополнительное образование в вашем регионе, я думаю, что выйдет еще на более высокий уровень в стране в целом. И пока дети демонстровали свои умения и выбирали себе додатковые активности, дорослые, представники профильного ведомства и установ обмерковывали развитие системы адукации в сучасных реалиях. Сегодня в Беларуси працует более за 250 установ додатковой адукации детей и молодей. И больше 30 тысяч объединений по интересам. Задача педагогов заохвотить школьников, да помогчу вызначиться с хобби, как проявить самые яркие сторонки и раскрыть таленты наших детей. С ожиданиями успехового и интересного научного года. Кристина Каранкевич, Дианис Жавина, Новинрегиона.